Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети» Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Сегодня у нас финал с вами. А это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем в стране безопасности на этой неделе. Вас сегодня ждут, ребята, нелегкие испытания. Но вы уже успели показать себя как сильные соперники, практически равные бойцы. Ну что ж, пока лидирует Егор, но радоваться и огорчаться еще слишком рано. Впереди у нас много конкурсов. Так, приступаем к первому из них, ребята. Вы уже поняли, наверное, что и сегодня, как в предыдущие дни, мы будем говорить о медицинских правилах безопасного поведения для детей. Более подробно об этом мы поговорим чуть позже, а пока время первого конкурса. Мы с вами снова будем отгадывать загадки, но на этот раз слова «отгадки» вам надо будет вписать в кроссборд. Правильно. Задача усложняется, потому что если вы вдруг сделаете ошибку в первом слове, то не совпадут все остальные отгадки. А с тебя что ли нельзя? Можно, но это все время, это соперник опережает, и потом это все затягивается. Лучше, конечно, с первого раза все делать хорошо. Ну что ж, подойдите каждый к своему стенду, возьмите в руки маркеры. Итак, ребята, первое слово «отгадку» нужно вписывать под номерочком 1, вторую 2 и третье слово под циферкой 3. Каждый правильный ответ будет стоить, ребята, 3 фишки, плюс одна фишка тому, кто справится быстрее. Все понятно вам? Да. Хорошо, тогда я читаю первую загадку. Жидкость из аптечной банки нам немножко щиплет ранки. Маме, папе и ребенку лечит ссадины... Йод. Так, вслух не нужно, Егор. Слово «отгадку» пишем под циферкой 1. Состоит слово «отгадка» из 7 букв, ребята. Что лечит ссадины? В рифму. Маме, папе и ребенку лечит ссадины... Ребенку в рифму. Не подсматриваем друг у дружки, сами пишем. Пишем, пишем, все хорошо. Жидкость из аптечной банки. Щиплет ранки. Чего молчим, что закончили, Виктория? Все хорошо. Так, Егор, ты тоже закончил? Да. Как-то ты странно закончил. А ну-ка встаньте в стороны, чтобы я видела слова ваши. Вика, зеленка. Совершенно верно, Вика, зеленка. Я же говорила, что слово из 7 букв. А у тебя 2 получилось. Йод. Давай вытрем и напишем правильное слово. Зеленка. Зеленка, чтобы тебе легче было остальные слова отгадывать. Первую отгадку у нас отгадала Вика и сделала это быстро. Поэтому 4 фишки ты зарабатываешь, Виктория. Чуть-чуть не сдержалась. Все хорошо. Главное, что все верно. Сейчас уже подождем Егора. Пусть он напишет. Зеленка. Егорушка. Буква З пишется в обратную сторону. Посмотри, как у Вики. Вика, встань в стороночку. Видишь? Поправь, пожалуйста. Давайте, давайте быстрее. Время идет, драгоценное. Клади губку и пиши букву З. Верно. И слушаем вторую. Загадку пишем. Отгадку под циферкой 2. Педиатра, ты не бойся. Не волнуйся. Успокойся. И, конечно же, не плачь. Это просто детский... Педиатр это кто? Детский под циферкой 2. Попишем. Врач. Вот так, правильно. Ну, главное, что пишите буковки, вы правильно. Так, третья загадка. В этом светлом магазине ты увидишь на витрине ни одежду, ни продукты, и ни книги, и ни фрукты. Здесь микстура и таблетки. Здесь горчичники, пипетки. Мази, капли и бальзамы. Для тебя, для папы с мамой. Для здоровья человека открывает дверь. Все. Молодец. Правильно, вы справились вдвоем, ребята. Это действительно аптека. Присаживайтесь, пожалуйста. Виктория была быстрее, поэтому 4 фишки в ее коробочку. И 3 фишки. Егорушка, тебе. Не расстраиваемся. Ты же мужчина. Тем более, ты лидировал 3 игры. Договорились, Егор. Ребята, первый конкурс позади. И сейчас время нашей последней встречи с хорошим нашим знакомым, экспертом по детской безопасности, доктором Артемом Витальевичем. Вы уже в курсе? Ребята, привет. Здравствуйте. Я рад, что мы снова встретились. Вот и закончилось лето, и осень вступила в свои права. Как известно, эта пора года славится своей непредсказуемой и дождливой погодой. И именно осенью очень легко простудиться. Ребята, а знаете ли вы, что нужно делать, если вы вдруг почувствовали недомогание, и у вас начались кашель, насморк и заболело горло? Нет. Первое, что нужно сделать, если вы почувствовали, что простудились, это рассказать взрослым. Они уже могут вызвать врача, а он, в свою очередь, даст вам определенные рекомендации. Вот несколько рекомендаций при простуде. Первое – это постельный режим. Для этого нужно лечь в кровать и отдыхать. Второе важное правило лечения простуды – это обильное питье. Ведь жидкость выводит из организма вредные вещества. А теплое питье поможет успокоить воспаленный нос и горло. И еще одно хорошее средство при простуде – это теплая ванна для ног. Но все это надо делать только в присутствии и под контролем родителей. И тогда, когда врач поставил соответствующий диагноз. На сегодня у меня все. И я желаю вам успехов в игре и крепкого здоровья в жизни. Ребята, у меня для вас есть еще 4 контрольных вопроса, от которых зависит не только исход сегодняшней нашей игры, но и всего соревнования. Отвечать на вопросы будем по очереди. Скажите, кто начнет первым? Никто не предлагает, значит, сейчас будем тянуть жребий. Итак, кто выберет фишку, тот и начнет первым. Вика у нас начнет первой. Ребята, правильный ответ будет стоить 2 фишки. Если вдруг вас будет дополнять соперник, то придется фишками с ним поделиться один на один. Ну что ж, Вика, первый вопрос. Ответ на этот вопрос мы узнали еще в первый соревновательный день. Что надо делать, если у вас анимела рука или нога? Вика отвечает ей, а ты, если понадобится, будешь ее дополнять. Вика, что мы делаем, если анимела рука или нога? Потереть. Правильно, порастирать в первую очередь надо. А еще что? Встряхнуть. Встряхнуть, правильно, хорошо. Такая своеобразная гимнастика для ручек, да? Потрясти, очень хорошо. А еще что? А если вдруг, ну, никак не получается в чувство привести руку или ногу? Надо сказать папе и маме. Правильно. А они, в свою очередь, обратятся к кому? К врачу. Молодец. Правильно, самое главное ты назвала, Вика, что нужно порастирать гимнастику и, конечно же, сообщить взрослым. Очень хорошо. Две фишки у тебя. Ну что ж, второй вопрос для тебя, Егор. И он с нашего второго дня испытаний. Слушай внимательно. Что надо делать, если вы упали, сильно расшибли коленки, а дома нет никого из взрослых? Напомню, что во второй день мы с вами разговаривали про бинт. Что будем делать? Давайте бинтом. Давай по порядку. Там целый процесс, там в первую очередь нужно кое-что сделать, потом во вторую. Смажать йодом. Так, это правильно, но вот кое-что нужно еще сделать вот до этого, до того, как взять в руки йод или зеленку. Что нужно сделать? Вспоминай, ты знаешь, просто ты сейчас вспомнишь и все скажешь. Ну-ка. Промыть ее теплой водой. Ну вот, я же говорила, что вспомнишь. Промыть тепленькой водичкой. Хорошо, Егорушка, очень важное обстоятельство. Ты сказал, что именно теплой водой нужно промыть ранку. А потом мы что делаем? Ты уже назвал это. Промазать йодом. Правильно. Края ранки обработать йодом или чем еще можно? Зеленкой. Зеленкой, верно. И потом уже что мы делаем? Забинтовать бинтом. Правильно. Делаем повязку из бинтом. Молодец. Очень хорошо. Держи свои честно заработанные две фишки. Так. Следующий вопрос. Из третьего дня соревнований. Вика, тебе придется на него отвечать. Скажи, пожалуйста, как надо правильно мерять температуру? Сначала протереть подмышкой. Так. Салфеткой или сухим полотенцем. Так. Потом уже ставить градус. Хорошо. Еще вспоминай, про что нам говорил Артем Витальевич. Если вдруг зимой бывает так прохладно в комнате, что нужно сделать, прежде чем начать измерять температуру? Когда прохладно в помещении. Егор, если ты можешь дополнить, то можешь дополнить Вику. Знаешь, давай. Протереть градусник в руках. Правильно. Надо 30-40 секунд просто подержать его в тепленьких ручках, чтобы он согрелся немного. И еще скажите, пожалуйста, сколько нужно времени, измерять температуру? Егор. 5-10 минут. Молодец. Ребят, общими усилиями вы дали очень хороший ответ на этот вопрос. Поэтому одна фишка достается Вике, а одна Егору. Молодцы. Запоминайте только, пожалуйста, вдруг вам придется мерить температуру. Итак, последний вопрос, Егор, твой. Сегодня мы говорили об этом, поэтому, я думаю, ты с легкостью ответишь на этот вопрос. Скажи, как правильно вести себя, если простудился? В первую очередь что? Подержать ноги под теплой водой. Да, теплые ванночки для ног – это очень полезно, если вдруг простудился. А что еще предписывают врачи? Как можно бегать, можно ходить на улицу? Быть под теплым пледом. Да, то есть постельный режим полагается. И пить теплый чай. Правильно, теплое питье. Молодец, Егор, все-все вспомнил. Постельный режим, теплое питье и теплые ванночки. Молодец. Других слов у меня просто нет. Ребята, все, у меня нет ни вопросов, ни конкурсов к вам, никаких. Давайте посчитаем, сколько фишек вы сегодня заработали. Стоит, три. Кто же у нас будет победителем? Сейчас мы с вами выясним. Сколько? Четырнадцать. Так, у Вики сегодня четырнадцать. А у Егора? А у Егора восемь. Итого, по итогам четырех дней соревнований, победителем на этой неделе в стране безопасности становится Егор. У тебя пятьдесят три фишки. И почетная Виктория, второе место в упорнейшей борьбе занимаешь ты. У тебя всего лишь на две фишки меньше, чем у Егора. Ну, как я и говорила раньше, вы очень достойные соперники и практически равные бойцы. Поэтому я вас поздравляю и хочу вас вознаградить за вашу замечательную игру. Вручить подарки. Вот это подарок, Вика. Для тебя поздравляю. Спасибо. А это для тебя, Егор. Поздравляю, ребята. Желаю вам успехов и жду встречи с нашими новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока-пока. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова